В студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. Прямо сейчас глава республики Саха и Якутия Айсен Сергеевич Николаев подведет основные итоги работы в июле. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Июль, как известно, самый жаркий месяц лесопожарного сезона, однако ситуация постоянно меняется. Если еще в начале месяца сообщали о росте пожаров в связи с высокой грозовой активностью, то к концу месяца ситуацию удалось выровнять. Айсен Сергеевич, как на ваш взгляд Якутия в этом году проходит пожароопасный сезон? Ощущается ли поддержка федерального центра и соседних регионов? Безусловно, пожароопасный сезон у нас в Якутии в лесах всегда проходит непросто. Имея такие огромные масштабы лесов, как у нас, а их у нас более 250 миллионов гектар, это огромная реальная территория. Конечно же, с учетом нашей огромной территории и крайне сухого, засушливого лета, частых грозовых явлений, сухих гроз особенностей, да, конечно, у нас июль месяц всегда самый сложный с точки зрения пожароопасного сезона, ну и вот начало августа. На сегодняшний день я считаю, что мы вот тот такой достаточно серьезный вал пожаров, который был в начале июля, в середине июля, мы его сбили. Сейчас, конечно, пожары есть и говорить о том, что все хорошо тоже нельзя. Вот сегодня, например, в республике действует 53 пожара на общей территории порядка 100 тысяч гектар. В целом ситуация контролируемая. Почему? Потому что вот из этих пожаров, из этих 100 тысяч гектаров 85 тысяч – это два района. Это Усть-Майский и Верхний Колымский район. Конечно, им сейчас уделяется особое внимание. Большие силы переброшены и федерального резерва, и республиканских различных лесопожарных формирований. Работа идет, но мы надеемся, что мы ситуацию в этих районах сумеем удержать, не дадим распространиться. В любом случае, все эти пожары проходят в подавляющей своей масти, в очень труднодоступных территориях, вдалеке от населенных пунктов, от объектов экономики. Но, еще раз говорю, мы, несмотря на это, принимаем СМР по утушению подавляющее большинство пожаров, которые у нас на территории Якутии есть. Всего пожара у нас пройдено с начала пожароопасного сезона порядка миллиона гектаров. Цифра, конечно, больше, чем в прошлом году. Вместе с тем, это значительно меньше, чем и в 2021, и в 2020, да и в другие годы. Но у нас обычно всегда по угаримости, если посмотреть предыдущее десятилетие, то в районе у нас полутора-двух миллионов гектаров. Это, к сожалению, средняя цифра. Мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы она была ниже. Работы соответствующие проводятся. Федеральное финансирование у нас в этом году оставлено на уровне прошлого года, миллиард 600 миллионов рублей. Но при этом мы на 20 миллионов гектар, я об этом неоднократно говорил, увеличили уже зону обслуживания. То есть ту зону, где мы тушим пожары. Ну, слышится это вот просто, ну, 20 миллионов гектар, ну, что это такое, да? А это, на самом деле, территория такой страны, как Беларусь. Вот на эту территорию мы при тех же финансах из федерального бюджета, что и раньше, сейчас уже обязались тушить любые пожары, которые там возникают. И более того, мы сейчас много пожаров тушим и в зонах контроля. Вот это, безусловно, отмечается. Ну и, конечно, большая помощь, оказывается, со стороны Рослесхоза. Силы сюда переброшены из других регионов. Я хотел бы выразить благодарность этим субъектам, которые, несмотря на сложности у себя, нашли возможным себе отправить к нам дополнительные силы. В первую очередь, вот, лесоохрана авиационной, своей региональной. У нас, вот, вплоть до Архангельска, сейчас здесь многие регионы работают. И работа эта будет продолжаться. Еще раз говорю, мы сейчас видим, что на Колыме нам ситуацию удалось стабилизировать. Два крупнейших пожара, которые там были, общей площадью свыше 300 тысяч гектаров, они уже потушены. Один из них потушен именно благодаря работе лесопожарных формирований республики. Вот, и силы сейчас перебрасываются уже, вот, как раз, в том числе и в юго-западные районы, в Усть-Майский район, то есть те территории, где у нас или есть уже пожары достаточно большие, и их надо тушить, или мы как раз там, где может возникнуть опасность, и начинает возникать в связи с тем, что последние дни уже стоит сверх такая, ну, знаете, жаркая погода в том же Алёкминском районе, в том же Ленском районах, туда перебрасываются сейчас дополнительные силы для того, чтобы держать ситуацию на контроле и не дать разгореться новым пожаром. А их, к сожалению, в день возникает уже гораздо больше, чем еще дней 10 назад. Там буквально до 20 пожаров в сутки у нас возникает новых из-за высокой грозовой активности. Ну, летом, как известно, один день год кормит, вот, потому июль еще и важный месяц с точки зрения кормозаготовки. В Амгинском районе вы пообщались с сенокосчиками, провели совещание. Получится ли в этом году своими силами заготовить необходимое количество кормов? Уверен, что мы необходимое количество сена заготовим. План у нас достаточно большой, 459 тысяч тонн. На сегодняшний день, ну, постоянно на сегодняшнее утро заготовлено свыше 88 тысяч тонн сена по многим районам. Травостой на самом деле везде хороший, нет районов, которые говорят о плохом травостой. Сейчас лидеры у нас это центральные районы и заречные районы. На полях сейчас работают больше людей и техники, чем в этот период прошлого года. И хотя скошено, ну, практически столько же, но сена заготовлено больше. Это как раз говорит о хорошем травостой. Конечно, по Вилюйским районам есть проблемы с дождями, которые были там достаточно долгое время. Но вместе с тем сейчас как раз тот период, когда относительно сухая погода установилась. Как раз вот по большей части Якутии работу надо здесь, конечно, сейчас интенсивно проводить. И для того, чтобы обеспечить как можно лучшую сейчас заготовку сена для зимовки скота. Работа здесь проводится. Еще раз говорю, что мы полностью должны заготовить все сено здесь на территории республики. Мною дано отдельное поручение о поддержке мобильных бригад, которые будут работать внутри районов. И многие мобильные бригады по многим районам уже начали свою работу. Уверен, что общими усилиями мы задания по подготовке к нормальной, хорошей зимовке, обеспечению скота кормами выполняем. В конце июля в Якутске прошла стратегическая сессия. Одним из решений которой было создание центров реабилитации участника специальной военной операции. Второй месяц в республике работает региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества», в рамках которого введен новый целевой институт социальных координаторов. Эстин Сергеевич, как на Ваш взгляд у нас организована реабилитация бойцов и членов их семей и насколько она востребована? Я уверен в том, что мы с задачей реабилитации наших военнослужащих должны заниматься очень комплексно. Это задача и этого периода, и многих лет вперед. Реабилитация причем должна идти по самым разным направлениям. Это и вопросы медицинской реабилитации после ранения, это вопросы психологической реабилитации, это вопросы реабилитации, знаете, вот, ну, скажем так, трудовой, когда мы людей должны обеспечить и работой, и если есть необходимость переобучением, дополнительным каким-то обучением. То есть это такая серьезная должна быть работа на уровне всего нашего государства. Благодаря решениям президента нашей страны, Владимир Владимирович Путина, она, на мой взгляд, уже идет неплохо. Мы в республике тоже активно этим занимаемся. И, конечно же, вопрос должен идти не только о самих военнослужащих, но и о членах их семей. Они тоже требуют поддержки и с точки зрения здравоохранения, с точки зрения поддержки социальной. У нас уже 354 военнослужащих и члена их семей прошли, те или иные меры реабилитации, медицинской, психологической. Работа эта продолжается и будет продолжаться. Вот на той стратегической сессии с руководством и работниками социальных служб нашей республики, с фондом защитников отечества, мы много говорили о разных подходах к решению данной задачи, о необходимости решения сегодняшнего дня и, конечно, говорили и о завтрашнем дне, когда наши воины после победы будут массово возвращаться. Конечно же, понятно, что мы будем организовать специализированный центр такой реабилитации. Правительству мы уже даны поручения по подготовке таких предложений, для того, чтобы мы могли уже такое решение принять комплексное, для того, чтобы, еще раз подчеркну, наши военнослужащие, которые сегодня сражаются за независимость нашей страны, за ее дальнейшее благополучное существование, после возвращения с территории специальной военной операции. Конечно же, получали здесь весь спектр тех услуг, которые им позволят максимально быстрее уже интегрироваться в нормальную мирную жизнь. Еще один важный вопрос. Транспортная связанность, которую в том числе обеспечивает авиационное сообщение. В июле в Якутию приезжал руководитель Росавиации Александр Нерайтико. Александр Сергеевич, какие вопросы обсуждали, какую оценку руководитель агентства дал реконструкцию аэропортов и инфраструктуры Якутии? Александр Васильевич Нерайтико постоянно поддерживает нашу республику по вопросам реконструкции аэропортов. Хорошо понимает наши проблемы, я однократно здесь бывал. Сейчас в основном у нас обсуждение шло вокруг реконструкции аэропорта города Якутска, которая должна быть закончена в этом году. Взлетно-посадочная полоса. Все мы в курсе, что сейчас идет активный процесс реконструкции. Мы очень надеемся, что в установленные сроки до сентября месяца основной массив работ, связанный как раз с реконструкцией непосредственно с самой полосой, будет уже завершен. Кроме этого, благодаря решениям Росавиации и личной поддержке Александра Васильевича принято решение о реконструкции всего, скажем так, светосигнального оборудования, которое позволит повысить для посадки класс нашего аэропорта. И вот очень мы надеемся, что после этого наши, к сожалению, зимние проблемы, когда из-за туманов здесь самолеты рейсовые садятся чаще всего в Нерингере, ну порой и в Нагадан уходят, там в Хабаровск, вот такого уже больше не будет. И в основном практически все рейсы будут уже садиться здесь, в городе Якутске. Работа идет. Конечно, есть у нас вопросы к подрядчикам, мы их и Александру Васильевичу озвучили, он соответствующее решение принял. Ну и мы сейчас видим, что такое серьезное, скажем так, оживление по работе подрядчиков наблюдается. Потому что мы считаем, что, еще раз говорю, с учетом нашего короткого строительного сезона, с учетом острой необходимости уже полетов с длинной полосы для самолетов, вылетающих и прилетающих в аэропорт Якутск, конечно, реконструкцию надо заканчивать точно в сроке. И надо же понимать, что после окончания работы еще необходима сертификация, которую проводят службы Ростехнадзора. Потому что безопасность полетов – это тоже важнейший как раз приоритет и наш, и Росавиации. Об этом, кстати, Александр Васильевич неоднократно говорил, что в любом случае безопасность полетов – это самое главное, что мы должны соблюдать при работах по реконструкции аэропортовой инфраструктуры. И еще о не менее приятных встречах. В июле подведены итоги национального праздника Сэхолунхо в Аймекомском районе. Гостями и участниками праздника стали более 5000 человек. Ну а спортивным центром Якутии в июле стал Амгинский Улуз. Более 800 человек из 24 команд районов и городских округов приняли участие в 14-й Спартакеаде по адаптивным видам спорта – Джулур. Как, на ваш взгляд, проведение подобных масштабных мероприятий сказывается на развитии районов Якутии? Конечно же, когда мы принимаем решение о проведении тех или иных крупных спортивных соревнований, таких как Игры Мончары, спортивные Игры Народов, или о проведении таких культурных крупных мероприятий, как Сэхолунхо, мы всегда смотрим на то, чтобы непосредственно, кроме самих соревнований и появления там той или иной инфраструктуры для проведения мероприятий, для культурных, будь то или спортивных, мы все-таки смотрели и на общее развитие того района, где проводятся эти мероприятия. И мы видим прекрасные примеры последних лет, когда вот как раз проведение таких крупных мероприятий, будь то культурные мероприятия, как Сэхолунхо, или спортивные, как Игры Мончары, Игры спортивных народов, они дают импульс в целом развитию социально-экономическому той или иной территории. Вот Амгинский район после проведения как раз относительно недавно игр спортивных, он сегодня уже активно как раз развивается, и сейчас проведены замечательные мероприятия, связанные с уже проведением игр для людей с ограниченной возможностью. На очень хорошем уровне прошли замечательные соревнования, очень хорошие отклики. Уверен, это послужит как раз таким дальнейшим толчком для объединения Амгинсов и проведения на высоком уровне Сэхолунхо в следующем году. Ну а Сэхолунхо, проведенный в Аймеконе, это вообще уникальный такой Сэхолунхо. Никогда мы так далеко от основных транспортных магистралей такое мероприятие не проводили. Прошло оно тоже на очень хорошем уровне. Хотелось поблагодарить всех жителей и Тамтора, непосредственно, где проходила Сэх, и всех Аймеконцев, которые как раз помогали проведению Сэха, и всего нашего большого сообщества людей, которые приняли участие в подготовке и проведении этого замечательного события, которое, уверенно, многие годы будет и памятью для Аймеконцев, ну и, конечно же, послужит дальнейшему укреплению единства и развитию этого самого у нас холодного района, не только нашей республики, не только страны, но и всего нашего полушария. Июль по традиции у вас насыщен рабочими командировками, как раз в районы. Накануне вы посетили Ленский район. В районе многое делается в плане благоустройства, как дворов, так и общественных пространств. Какие вопросы успели обсудить, какие задачи вы поставили? – Конечно же, когда я бываю в наших районах, я всегда посещаю дома, которые строятся по линии переселения граждан из аварийного жилого фонда. Очень важный вопрос. Просто я прекрасно понимаю, что люди у нас в таких условиях жить не должны. И максимально надо сделать все, чтобы программа была реализована полностью и в установленные сроки. Программа у нас самая большая в стране по переселению жителей из аварийного жилого фонда. Так и практически 16% всей программы – это Якутия, всей федеральной программы. Рад, что в Ленске она реализуется тоже на очень хорошем уровне. По уровню переселения у нас Ленск второе место занимает по республике в этой программе. 122 тысячи квадратных метров мы должны переселить в целом по району. Более половины уже людей переселено. Дома строятся в целом неплохо. Качество высокое. Ну и меня порадовало то, что застройщики не только дома строят, но и дворовые территории, которые появляются, они, конечно, украшают Ленск. Это тоже очень хорошо. И люди радуются. Я с людьми поговорил, с жителями аварийных домов у них. Много хороших, теплых слов и в адрес президента страны, и в адрес руководства республики. Той работой, которая проведена на месте, они тоже довольны. Уверен, что мы и не только в Ленске, но и в других наших населенных пунктах такую работу должны проводить, чтобы все жилье строилось качественно, установленные сроки, ну и люди переезжали уже в современное жилье, и многие уже там годы жили счастливы. Ну вот, также сейчас ведутся ремонтные работы на дороге Мухтуя. Александр Сергеевич, завершаться ли они в срок вообще? Как продвигаются работы? Конечно же, по дороге Мухтуя вопросов очень много. И это сегодня серьезная проблема и для жителей Ленского района, и для жителей Мирненского района, ну и, конечно, для наших крупнейших компаний, которые там работают, потому что сейчас временами, вот особенно после дождей, серьезные проблемы возникают даже по доставке стратегических грузов для наших компаний. Здесь надо понять, что, к сожалению, дорога у нас давно, практически никогда капитально не ремонтировалась, и, к сожалению, как и у всякого такого транспортного объекта, приходит срок, когда вот все эти недочеты многих-многих десятилетий, они сегодня уже выходят наружу. И сегодня нужна уже капитальная реконструкция, она на самом деле проводится. И принято решение сейчас, что вот из 50 километров, которые должны были делаться в 2023-2024 годах, 35 километров будет делать Муат Алроса, ну, на мой взгляд, единственное серьезное крупное предприятие дорожное, которое в данной территории у нас сегодня может серьезные объемы работ освоить. Большая часть уже вводится в этом году, из этих 30, ну, 25 вводится в этом году, оставшиеся в следующем году. Ну, и есть участок, который, к сожалению, вот тот подрядчик, который выиграл, он с задачами не справился. Ну, у нас, к сожалению, сейчас очень много таких случаев, когда на конкурсы приходят, пользуясь несовершенством федерального законодательства компании, без особых компетенций, без техники, без людей. И уже выиграв конкурс, начинают думать, а где мы возьмем стройматериалы, а где мы возьмем технику, где мы возьмем людей. Ну, и вот здесь классический случай, когда в этом году эта компания, к сожалению, не справилась полностью с поставленными задачами. Ну, и в результате этого, конечно, вот большие нарекания со стороны людей тоже идут. Ну, сейчас мы принято решение, и Управление дорог Республики расторгало контракт в одностороннем порядке. Сейчас, я думаю, что после проведения соответствующих процедур, ну, качественный подрядчик, наконец-то, будет выбран, и работы в 2024 году тоже будут полностью в силу уже сделаны. Ну, а сейчас, как бы для поддержания дороги, ну, более-менее нормальном состоянии, чтобы проезд, по крайней мере, обеспечить, привлечен МОАТ Алроса. Вот, договора все заключены, и очень надеюсь, что это позволит этот сезон пройти более-менее нормально. Ну, а в следующем, уже после завершения капитального ремонта, после всех этих работ, ну, уже проезд по трассе будет уже гораздо лучше. Ну, действительно, строительный сезон сейчас в разгаре. В последних числах июля вместе с мэром Якутским Евгением Григорьевым вы проверили, вот, как ведется капитальный ремонт проспекта Ленина в Якутске. Удалось ли вам пообщаться с жителями, узнать их мнение, вот, и как преображение главной улицы столицы, вот, как вы оцениваете текущий ремонт? Ну, по проспекту Ленина мне постоянно жители пишут, много вопросов, и я здесь их не буду озвучивать. Они такие же, какие вот в социальных сетях, да, начиная там от качества асфальта, положенного в прошлом году, заканчивая уже вопросами парковок. Мы, как и Сергей Николаевич, как раз посмотрели, как выполняется ремонт именно на концевых участках проспекта Ленина, которые как раз должны быть завершены в ближайшее время, и после окончания которых появится, наконец, сквозной проезд по проспекту. Вот улица Хабарова, где мы были, вот там до Красноярова и дальше уже, до Чернышевского, так, где сейчас как раз идут активно все ремонтные работы. Миллиард семьсот у нас выделен, в целом, на проспект Ленина, и, конечно же, миллиард двести у нас это федеральные средства, точнее, республиканские средства, порядка трехста миллионов это средства федерального бюджета, и двести это город Якутик. Ну и, конечно же, эти средства все должны быть очень эффективно и качественно освоены для того, чтобы эта дорога многие годы служила верой и правдой. Вот, к сожалению, по прошлому году бы нареканий много, но хорошо, хоть подрядчик есть и сейчас активно проводят работы по устранению этих недостатков. Но, конечно же, я сделал замечание и дорожникам, и городской администрации, что можно же было добиться того, чтобы этих ошибок вообще не было в прошлом году, и правильно спланировать работу. Очень надеюсь, что в этом году уже этого не будет. Ну и глава города и дорожники в один голос утверждают, что к первому сентября максимально сделают все, чтобы уже появился проезд, ну а потом работы по дальнейшему благоустройству, по освещению, по ограждению должны быть завершены в установленные сроки до конца октября месяца. Ну, желательно пораньше, так, но крайний срок стоит 31 октября. Будем за этим следить, контролировать, тем более сейчас контроль по работам дорожным у нас стал хороший, это и общероссийский народный фонд контролирует, это и стройконтроль сегодня дорожный очень плотно начал эти работы, и федеральные наши надзорные структуры тоже к этому подключились, в том числе по линии федеральных автодорог, которые имеют компетенции, так, по данным вопросам. Поэтому уверен, что общими усилиями мы сделаем проспект Ленина, качественным проспектом, достойным столицей нашей республики. Якутия вновь стала победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальнего Востока. В число победителей вошли различные проекты в пяти районах. Какие еще объекты в ближайшее время преобразятся в районах республики благодаря этой победе? Я очень признателен Юрию Петровичу Трутневу, полномочному представителю нашего президента на Дальнем Востоке, который добился того, чтобы дальневосточные города, села имели отдельную квоту именно в этом конкурсе по комфортной городской среде. К сожалению, до недавнего времени именно из-за таких критериев, которые были написаны, скажем так, для центральных городов, в целом для городов, находящихся гораздо более, скажем так, в выгодных условиях и природно-климатических, и транспортных, нежели чем Дальний Восток, дальневосточные города и села не могли блистать тем, что много побед. Кстати говоря, вот, наверное, был единственный субъект на Дальнем Востоке, это Якутия, которая постоянно участвовала, ну и добивалась тех или иных успехов. Но другие города, к сожалению, ну здесь было много проблем, да и у нас было много проблем, я не скрою здесь. Вот, и вот благодаря поддержке Юрия Петровича президент поддержал такое решение, было дано поручение, и сейчас для городов и сел Дальнего Востока проводится уже отдельный конкурс Минстроем России, он сейчас прошел уже второй раз, и мы победили, вот пять наших сел, городов, добились победы, это Майя, Среднеколымск, это Нерингри, это Мирный впервые. Вот, и, конечно же, вот то, что такие проекты сейчас будут реализовываться на территории нашей республики, меня очень радует, потому что, ну, качество очень неплохое, красиво сделанные проекты, красиво сделанные, скажем так, уже проработка этих проектов. Недаром проект города Вилюйска, он занял абсолютно первое место по баллам среди всех дальневосточных городов и сел свыше 91 балла. Вот это показатель того, что вот архитектурные решения, качество проработки проекта экспертами со всей страны именно по якутским проектам оцениваются очень высоко. Да и все остальные проекты, вот даже Ямай, Среднеколымск, вот Мирный, Нерингри, кроме Вилюйска, они тоже все, ну, практически в самых-самых первых рядах. И уверен, что их реализация этих проектов, конечно, преобразит эти населенные пункты, сделает жизнь людей там еще более комфортным. Я вот в Ленске был, специально походил по парку, который был ранее у нас как раз реализован проект, опять же, в рамках проекта «Комфортная городская среда», замечательное сделанное пространство, парк там, знаете, ну, лучше, наверное, даже, чем здесь якутский, так, и видно большая работа, видно то, что людям уже очень нравится, белки бегают, дети играют, старшее поколение вот скандинавской ходьбой занимается. Ну и главное, что у района, у города есть планы еще по дальнейшему улучшению этого парка, по превращению его на самом деле реально вот предмет гордости всего города Ленск. Уверен, что это у них получится, будем помогать, но и вот как раз участие в таких конкурсах позволяет и нашим городам, и не только городам, но и селам уже преображаться и еще раз говорю, делать жизнь людей комфортнее. Ну и вот буквально накануне стало известно, что Якутии одобрены специальные казначейские кредиты в размере 3 миллиардов 300 миллионов рублей на проекты развития как раз городов. Вот решение принято президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марта Хуснулина. Вот расскажите подробнее, какие крупные проекты по благоустройству планируется реализовать на эти средства. Эти средства выделены в рамках реализации мастер-планов города Якутска и города Нерингре, опять же по решению нашего президента. Мы все помним, что вот как раз и Орешкин Максим Александрович, что я приезжал, мы здесь защиту планов своих устраивали и по Якутску отдельно, и по Нерингре отдельно. В Москве мы неоднократно встречались с руководителями профильных министерств. В целом наши мастер-планы одобрены, они уже утверждены решениями муниципальных властей. Сейчас будет уже финальная защита на уровне нашего президента. Мы очень надеемся, что это произойдет уже этой осенью. И уже в рамках реализации этих мастер-планов, не дожидаясь окончательного завершения, сегодня федеральное правительство приняло решение начать выделять средства на дальневосточные города по реализации мастер-планов. Мы свою заявку подали, ну и в результате достаточно долгого и кропотливого рассмотрения это и профильные министерства рассматривали, начиная от Министерства экономики до Минстроя. Минвосток нам активно помогал. На комиссии у Мараша Газьяновича Хоснулина принято решение одобрить проекты по нескольким субъектам Российской Федерации, дальневосточной, в том числе по Якутии. Вот у нас 3 миллиарда 300. Ну, по Нерингре у нас 500 миллионов будет выделено на реконструкцию больничного комплекса. Это задача, которую мы должны решать. Это вот как раз для того, чтобы начать реконструкцию главного больничного комплекса, корпуса А. Работы уже начались в этом году на средства бюджета республики. Сейчас вот с привлечением средств федерального бюджета, в следующем году уже окончательно этот главный корпус будет преображен и станет, на самом деле, достойным уже таким хорошим объектом здравоохранения для Нерингре. Порядка миллиард 300 миллионов рублей пойдет на начало строительства социальной инфраструктуры в микрорайоне спортивной. Это 17-й квартал. Это как раз показатель того, что и правительство Российской Федерации, и Республика Саха-Якутия мы уже серьезно беремся за реализацию этих проектов. Это строительство спортивного зала многофункционального, это строительство детского сада, но и при этом, конечно же, уже ряд аварийных домов, которые, по большей части, сейчас не попадают в программу, которая сейчас реализуется, они уже начнут расселяться именно в рамках реализации этого проекта. И мы в дальнейшем, опять же, каждый год будем и дальше, и дальше заниматься вопросами расселения жителей аварийных домов 17-го квартала и строить там уже и нового жилья, и новых социальных объектов. Ну и, конечно же, это реконструкция трех таких важных, знаковых для города Якутска общественных пространств. Это реконструкция нашей главной площади, площади Ленина, это реконструкция набережной вокруг всего возраста Исары, и это реконструкция набережной имени Романа Михайловича Дмитриева, нашего первого олимпийского чемпиона, которая как раз в 22-м микрорайоне, считайте, от Хабарова до конца дамба работы будут проводиться. Ну и сроки у нас сжатые в 2024 год, это год, когда мы уже все должны окончить все эти работы. Поэтому строителям давно уже, ну, мы заранее уже неоднократно смотрели, готовились к этой работе, буквально вот мы очень надеемся, что уже в ближайшее время непосредственно работа на этих объектах, на всех начнутся. Также в июле состоялось еще одно знаменательное, не только для республики, но и для всего спортивного сообщества, событие. Запуск обратного отчета, да, началом международных игр Дети Азии. И многое уже было сказано о важности этого события для юных спортсменов. А какое значение в текущих геополитических условиях эти соревнования имеют для Якутии, ну и для нашей страны в целом? Я уверен, что с каждым годом важность, престиж, игр Дети Азии будет расти. Это показали и спортивные игры зимние, которые прошли сейчас недавно на Кузбассе. Это, конечно же, и продемонстрирует уже и следующий год, когда на территории нашей страны пройдут восьмой раз международные игры Дети Азии, пройдут они в городе Якутске. Интерес уже очень большой. Представители 13 стран сейчас приезжали уже на семинар для того, чтобы посмотреть на месте подготовку к играм Дети Азии, условия для размещения, условия для питания. Дети Азии приезжали в том числе и представители Олимпийского совета Азии, которые тоже ряд своих вопросов поставили, получили на них исчерпывающие ответы. Мы видим интерес большой. Ожидаем, что большинство стран, входящих в Олимпийский совет Азии, в следующем году примут участие в наших играх. Конечно, наша задача подготовиться к ним, провести их на хорошем, высоком уровне. На 16 объектах, которые будут задействованы в ходе игр Дети Азии, сейчас ремонтные работы уже начались. Общая смета по ремонтам только у нас 1,3 млрд рублей. 700 млрд уже бюджет этого года, 600 – это уже следующего года. И, конечно, это только ремонты. Еще должен быть проведен большой объем работ по благоустройству, по озеленению, по очистке города Якутска, по подготовке транспортной инфраструктуры, по приему делегаций, по обеспечению их питания, по работе наших волонтеров. В целом, огромный пласт работы, который мы в рамках и нашего Республиканского организационного комитета, и в рамках Федерального оргкомитета, который Юрий Петрович Трутина возглавляет, будем проводить для того, чтобы игры Дети Азии в следующем году прошли на самом-самом высоком уровне. Ну что ж, Айцен Сергеевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной работы на благо нашей Республики. Спасибо. А я напомню, глава Якутии Айсен Николаев озвучил некоторые итоги работы в июле. Ну, а мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова